Доброе утро! Минус 38 на улице, ночью было прохладно, у нас печка замерзла даже, отрубилась. А сейчас смотрите. Мороз то как чувствуется. Да, скоро рассвет, скоро рассвет, а выхода нет. Не самая хорошая погода до сегодняшнего путешествия. Все такое заглюбевшее. А дверь открыть еще будет. Залюби человека здесь тоже есть. Когда-то они, по крайней мере, точно были. Вот так-то. Даже и такое есть. Деревянная градка еще тоже привезли как-то сюда. Как будто какое-то кладбище здесь, потому что вон еще крест. И вон. Здесь, наверное, какая-то группа людей погибла. Тоже как крест какой-то. Даже кто-то здесь лежит, покоится. Какие-то квадраты интересные. Мы все движим. Мороз немножко расслабился. Ну что, кто там погиб? Ну что, ничего не написано? Есть. И что тут? Здесь покоится прах. У нас сейчас за погодой, видите, происходит, что? Открыта вот эта комната, потому что тут у нее, под ней, баки находятся. Вот они. То есть мы таким образом греем солярку немножко. Так как холодно, а солярка у нас на плюс 35. И также мы заряжаем. У нас есть такой фонарь. Поэтому вот так у нас все раскинуто. Двери открыты. Я сейчас спал в спальнике. Так как мы рано утром встали, 5 часов. Но движение идет. Дорога довольно ровная. Валим хорошо. Постоянно на нашем пути находятся сейчас реки и озера. И нам приходится то спускаться, то подниматься. Вот, например, по таким склонам. И выезжаем, видите, опять на такую равную, огромнейшую пласт. Подводных камней в основном здесь нету. То есть можно спокойно всегда найти место. Просто свернув влево или вправо, ты приедешь уже сюда. Ну, то есть нормально, спокойно спустишься. Сейчас очень хорошо греет солнце. Как только поднимаешь шторку, чувствуется прямо как аж у нас горячая. Поэтому сейчас открываемся для того, чтобы наполнить нашу комнату теплом. Ну и, конечно, за это можно съесть конфет. В таких погодах очень приятно, когда у тебя есть запас пропитания, провианта очень вкусный. Наверное, вы понимаете, или, может, кто-то и спрашивает, а как же они моют? Ну, лицо умыть утром можно. Водой, в принципе, на улице. Это позволяет, если быстро вытереть, не обедешь. Почистить зубы – проблема. Но другое – что-то помыть или сова себя можно только при помощи влажных салфеток. Обтерся, поменял одежду и вот еще одна неделя. В прошлый раз мылись где-то мы, и 7 назад. Сами понимаете, атмосферный запах коллективный. Утреннее мытье. Можно теперь поменять носки. Ну и, соответственно, термобилю сейчас у меня есть. Я все постирал же, когда вам были в Норильске. Поэтому вот так обтираешься салфеткой, и все. Чистый. Благоухаешь, приятно. Какая-то вон маленькая деревушка, и там стойбище, что животные, скорее всего, олени выращивают. Похоже, да? Тут есть, может, там женщина. Может, олени не видят, но в коктах еще потом. Ну да. Но и дыма нету как-то от деревни, чтобы сказать, чтобы там... То есть просто пригоняют сюда олени, покормили, типа... Ну, это как бы такая база. Ага. Вот снег... Снегоход. Сред снегахода, друзья. Иначе бывают периодически здесь люди. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что за домики такие. По-видимому, давно здесь людей не было. Следов практически нету. Вот такое пастбище. Дома даже, наверное, и не закрыты. Но современные. Ух, как. Заметено. Так, давай пошли. Ого. Так нормально так. А, века. Ничего себе, я на этом профиле работал. Вы поняли. Кто-то летом здесь живет. Видите, для печки выход есть. Кстати, как нарастает. Охрененно. Ну вот, второй домик. В общем, следов нету. Женедеятельности человека нету. Мы вот за них оставили сливой свет. Только консервы в обиходе. Тут тоже провод, да? Дрова, буржуйка. Можно даже выжить. Охрен и века. Это реклама для охрен и века, да? Смотри, лежанка. Можно и поспать. Тушняк. Молодцы, смотрите. Даже о гигиее не заботится. Вот вам мизогон. Дырявый немного. Но все же есть. Видно, палки сюда вот эти ставят. И все. И животное здесь пасутся. Здесь может быть мелкий. Здесь крупный. Ну, или самцов куда-нибудь еще в сторонку. Вот так и живут люди. Я на русский. Так, у нас сразу чай пить. Ну, вот это вот может быть. Вот это памятник. А то, что нахуй следно. Нет, нет, я имею ввиду вот именно памятник на вот этот сайт. Там же тоже стоят. Это либо вошелники. Кстати, вы знаете где мы уже? А я вам скажу, мы в Якутии. Я давно хотел побывать там. У меня есть хороший друг Юра. Путняк. Мы с ним вместе поднимались на Эльбрус. И вот он родом с Якутии. Да-да-да, я в Якутии. И, скорее всего, завтра мы уже будем на море Лаптевых. Да, отлично. 38. Борбим кандра в час. Едем по льду, по речке, по руслу. И выйдем вот таким путем как раз на большую речку. И озеро Лаптевого. О, кстати, тоже еще какой-то, смотри, он. Типа, наверное, тоже кладбище. Типа сани, да, похоже. Еще одна небольшая деревушка. Ну, это не сказать деревушка, летняя, наверное. Ну, или так, кочевные домики для того, чтобы переночевать. Как это правильно? Кочевые дома? Летники? Малкие. Смотрите, вон еще кладбище. Тут столько здесь людей похоронено. Ну, вон цивилизация. Вроде как это метеослужба или метеостанция. Сейчас посмотрим, есть ли там кто. Узнаем, есть ли у них солярка. Или нам не надо уже солярки. Сейчас арестуемся. Затал будет постоянно раздеваться-одеваться. Мошенник, то текло, то прохладно. На улицу выйти, одеться желательно. Постоянные проблени. Эта станция точно есть. Да, да. Вон, бензовозы имеются. Собак не видно. Собак нету. Молочь, барабель, яйца. Замерзли. Они греются где-то. Блин, я бы на такой машине даже не сунулся бы сюда. Смотрите, для того, чтобы не запотевали окна, что они делают? Они наклеивают еще одно, видите, стекло. Ну, типа, как у нас делают двухкамерный пакет или однокамерный. Пойдем пообщаемся с людьми. С людьми, это метеослужба. О, собаки вышли. Смотри, какие довольные. Людей видят и радуются, уже хорошо. А если еще дадут что-то вкусное? Привет, привет, привет. Вот, 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 смотри, какая. Ой, хорошая, хорошая. Прикольная такая. Собака, собака, собака. Играться, играться, скажи. Да, 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 да. Привет, привет, собака. Привет. Здорово, мужики. Здорово. Здрасте. Здравствуйте. Чай, кофе, будете? Потанцуем, ну, не знаю, может быть, как начальник скажет. А как здесь, как вахтовым методом вы работаете? Ну, живем вообще. А просто живете? Ну, как? Вот, должно по полтора, по два года. Мы сможем 10 лет уже. 10 лет? Ну, вот мы сможем 10 лет. Нифига себе. А можно про достопримитягивание поспрашивать? Приезжали мы, бывая. Не скучно вам здесь? Нет. Кто здесь? По своему лему. Давай. Буровая старинная какая-то. А, по многу буровую. Ну, тепленько. Хорошо. Что искал? Что, кто искал? Что, сюда? Что искали? Нефт. Нефт, нескали, да? Нефт, здесь газ есть. Ага. Вот, отходи сюда. Там 70 километров. На буровых уже штольни там стоят и задвижки стоят. Давай, они рабочие их можно использовать. Ого, ничего сего с оборудованием здесь. Телевизор такой серьезный. Такой получается, как на государственной службе? Да. Но не вахтовым методом, да? Нет. То есть, просто вот решили когда-то там, давайте буду здесь работать. Работайте. Ну, отучились, приедем, и все. По южным станции поработали. А, сидите. Нога даже есть. Там и где так особо нет, это самое. Ну, у нас-то оборудование какое-то. Ну, круто. А, это что такое? А, это все скорость ветра, да? А, это все скорость. Скорость. Вот Арктика у нас. Это передатчики. Они уже списанные. Мы раньше по ним все передавали. Ну, у нас тут ключ стоял, мы в этом году стол убрали. Мы хотим здесь ремонтировать. А, сейчас уже все на компьютере раз-раз? Да. Мы 10 лет назад на ключе еще все передавали. Слушайте, а чем вы занимаетесь вот так здесь? Ну, скучно же. Ну, чем? Всегда работы хватает. У нас же тут и воду, и снег, и лед. И самим все надо, и дрова заготавить. А, где вы дрова берете? Ну, это надо ближе к морю ездить. Бревна собирать там, мы везде ходим. Вот это все, а потом сюда все завозить, заготавливать. Лед надо ехать от станции 5 километров. Это бурить, да? Пилить, потом завозить, потом все таять. А воду где берете? В лунке? Снег. Ну, зимой снег тоже. Угу. Пилить, пилить, да? И топить. Ну, наема я отнимаю. У нас тоже так. Прикольно. Вода закатаривается. Так, а досуг чем занимать? У аккумулятора у вас даже такие щелочные, видно. Зачем захотеть? Ну, интернета же нету. Вот яиц поставили в прошлом году мы. И что, выращиваете что-то? Да, все выращиваю. Два бедра гурцов собрали. Ничего себе. А в основном? В этом доме. Так 10 лет уже здесь? Ну, 10 лет сможем уже здесь, да. Здесь живете? В этом доме? Да. Ну, отпуск выезжали. И возвращаемся в дом 5. Это наша третья станция по Якутии. Да? Ничего себе. Мы еще на двух таежных работали. Станциях. Это наша третья станция. Охренеть. А не страшно так быть? Дело в каком регионе? Тампо, Тополина, я слышали. А, какой регион какой? Это Якутия. Юг Якутии, да. А он еще в Мурманске на острове работал. Давно. На Хайровиде. Прикольно. Ну, а получается, государственное обеспечение у вас идет же, правильно? Теревять. То есть, зарплата у вас, плюс питание какое-то, нет? На выходе и скользко выдают. Полностью государственное обеспечение. Есть. То есть, ваша задача, чтобы каждый день давать сводку, там, какой ветер. Непрерывные наблюдения каждые 2 часа, с 5 утра до 3 дня, еще каждый час. Вы должны отправлять данные? Непрерывные, всегда-всегда поменять. А интернет хороший получается? Ну, у нас вот только спутниковая, но она вообще бывает, связь плохая. Бывает, не забирает ничего. Так а что вы книги читаете, фильмы? Чем занимаются вечером? Чем захотим. Фильмы смотрим. Ну, фильмы надо с большой земли накачать, привезти. Ну, у нас же дизеля, там тоже, вон, работы хватает. Перебирать, делать, да? Книжка «Термодин» — это метеорологическая. Это вот сенсроки мы здесь обрабатываем. То есть, все записываете? Да, вот этот один сенсрок у нас был, который вот 2 часа назад. Да, температура, ветер, океанология, еще там отдельно. Ничего себе, а это что такое? Это барон, это давление отсчитывается. Это вы носите на улицу его? Нет. Помещение. А как зовут? Я? Термодин. К возобновляемой энергетике, типа воздушный какой-нибудь генератор или там... Вот, 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 вот. А, вот это и есть ветряк, да? У него панель солнечная, там такая плита. Угу. Просто занес вот сейчас. И она идет у нас, опять, будку поставить автоматическую, чтобы на площадку не ходить, ажурдом, обусы снимать, сидеть. Блин, ну тут ты же вот никуда не сходишь. Просто вот вышел на улицу, посидел вот так, крутишься, да, здесь? Ну, в механке, в гараже, вездеходу, считаю. Привыкаешь, в общем. Да. А как питание, как завозят он? Тоже раз в год вот машина была с Якутской годовой завоз. То есть вот он завезли, она где-то здесь хранится, и что, не портится? Ну, все же консервированные, все, субъемерные. В основном, да, получается все? Ну, макароны, понятно, им там пофиг, да, думаете, всякие гречки? Мясо сами там берем, привозят. Ага. Рыба своя тоже вовем. А часто вот так заезжают? Ну, вот они тоже с аппетиткой вот помогали. Там москвичи заехали туда, на Юлю. Эти, что-то ищут нефть, там не нефть. Вот они помогали им заезжать. Да, сильно. А сколько ветрогенератор-то выдает? Ну, я не знаю, на килогенератор 2-3 будет оно выдавать. Ненормально такое, здесь хороший ветер, да? Ну, здесь в основном, да, здесь стабильно дует. 10, 12, 15. Метра в секунду или? Да, метра в секунду. Ну, серьезно. Какой был самый большой минус? Минус? Ну, в этом году зима теплая, у нас где-то 46-47 было, вот так. А так за 50 давят здесь, 56. У нас-то просто здесь потеплее, влажность. Слушай, а солярка, как она хранится? Вот венка. В этих открытых, она подсоединена с шлангами, они? Ну, вот трубы на механку идут. Ага. И не замерзает, или она арктическая? Арктическая. То есть ее до минус 50, или сколько она выдержит? Да, больше, больше 70. В смысле Арктика. Ну, мало ли, как его знать. Зимний сразу замерзнет. И масла ты меняешь там каждое, там, 100 часов, да? Да, ну, 10 глушится каждого дня, получается, там, в топливное масло залить, посмотреть так, как ее обход. Ага. А в конце месяца. Это ты все один делаешь, получается? Сейчас механик у меня вот весь. Ага. Так, тоже до этого один. А сколько ты уже здесь лет? 10. 10 лет на этой станции. Лицо аж корчит, лоб даже не двигается. Этот суровый, все. Как здесь люди живут. 10 лет на станции. Ха-ха-ха. 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 То есть, еще раз объясню, дрова, которые прибивают океаном к берегу, они летом собирают 40 кубов и завозят сюда вездеходом. Вы представляете? На же якоре стоит. Какие отважные люди. Охренеть. Вот так вот и живут люди. 15 лет надо отработать, чтобы заработать на пенсию здесь. И они уже здесь 13, ой, 12 лет. 12. Пришло наше время. Вперед, езжай. Макс за тобой. Ты, ну, можешь сказать, наконец-то свершилось. Мне разрешили ехать по прямой. Маки надо, нет? Дали очки. И дадут мне сейчас, конечно, руль. Ильич, кстати, ни разу не выезжал из России и был в России, только не в Монголии. Он говорит, зачем мне куда-то ехать? Мне и Россия хватает. Ну, нет, сам говорит, сам, типа, все, может, садись. А там, посмотри, там топливо кончилось, никуда не уедешь. Может быть, да? Каждый сам за себя. Сейчас газанулы раз сто метров встал. И все, перекачиваем, чай пьем, да? Давай пару слов, эмоции. За руль сел первый раз, можешь сказать. Первое, что можно сказать, очень нежный и прикольный руль. Ощущение вот тут на рулежке довольно такое. То есть ты чувствуешь, что ты его поворачиваешь, а задержка очень такая по управлению. Здесь все только большой площадь и колеса. Потом второе, монет, накат. Накат его очень мало и как будто бы очень гружот. Вот как на грузилики, например. У меня газель когда-то была. У меня не газель, а самослава у меня только, короче, как газлайдер. У него тоже там надо быстрее. Но здесь пусть коробка такая нягенькая. За переключением, что легко. По посадке довольно похоже. Кстати, сразу я думал, что низковое наседение будет. Неудобно будет, что колени накроется. Чем-то посадка похожа на экспрессии. У него есть. Просто на грузыка немножко дальше уходит. А ни культировки руля здесь нету, получается. Есть, есть. Выше-ниже делается. Так, по управлению все нормально. Качаем есть немножко такого. Дергание, но это больше как на больших массах. Вот как на фурах уже садишься. Я на пикапах ездил, но у нас прицеп немножко так поддергивал. Наверное, когда у тебя было 4 тонны, это вообще чувствовалось. Ну да, здесь тоже прицеп поддергивать немножко. То есть без прицепа она, конечно, по-другому идет. Очень круто, что ты сидишь высоко. Обзорность огромнейшая. Просто огромная площадь. Остекление и все видно. Как отель же с те же церкала. Как в аквариуме. Стеклые перемерзают. На улице сейчас 35 градусов. Не 35, сейчас, наверное, градусов 30. С утра 37 было. Единственное, что он заталкивает, пока кто-то отъездил, это вот это отчаяние, конечно. Когда ты лежишь, ты сидишь, может не так чувствуется, но если что, ну вот, как я делал видео, работает мне это все, это жопа. А так сейчас пласт хороший, но он такой хороший, конечно, нет никаких сложностей по езде. Вот мне кажется, с автоматом она была бы великолепна, но нюанс только, вот я был когда-то задумался, а в случае чего, если вдруг, акумуляторы сели, что-то завелись, так-то ее не дергнешь никогда. Это, конечно, главный нюанс. И, кстати, как на пониженной работают автоматы? У вас же был опыт, вы же делали машины с автоматом. Нормально работает. То же самое, да? Да, то же самое. Там даже автомата более так, с точки зрения проходимости. Получше. Получше, да. Но дороже себестоимости. Да дело не в этом, себестоимости он не дороже. Мы автоматы брали с бушных машин. То есть япония там эти или прадики, или еще что-то там, крузаки 78-е брали. Там автомат стоит уже изначально, там без разницы, по деньгам то же самое все. Автомат свои нюансы, там проблема с перегревом. То есть в тяжелых условиях он начинает греться. Вот там охлаждение, вот это масло, у него все равно не хватает циркуляции просто самого автомата, чтобы нормально охладиться. Хоть какой радиатор ставь. А здесь на механике, ну, для потребителя более понятна механика. Тем более коробка, которая продается в магазине условно, или можно выписать через интернет. То есть в этом смысле проблем нет. Видишь, опять-таки, вы добиваетесь легкой взаимозаменяемости, правильно? Ну да, некая универсальность, она должна присутствовать в машине. Чтоб человек не парился, где он возьмет одну запчасть, другую. То есть максимально все привязано к отечественным производителям. Видишь, проходимость током сейчас не поймешь. Ага, мы сейчас ехали, когда вот это целое долбили. То есть там, наверное, понятно все-таки было. Не, не, проходимость током, конечно, я бы видел. Я имею в виду, как свое управление, опять же, к линии, насколько они гидают, чтобы было вид в руле. Вот ударов в руле, ты же здесь только не почувствуешь. Это в обычной машине, да, бывает, там раз, у тебя раз ударил, если какое-то препятствие. Не, здесь понятно, что ударов нету, но обратная связь все равно с рулем есть. То есть ты понимаешь, когда с поворота выходишь, руль обратно возвращается сам. То есть отпускаешь руль, он сам возвращается в центральное положение. То есть колеса руль выравнивает. Но ударов нету. В берегу прижимайся, садим. Там уже перекачиваться, наверное, по-дорожью. Здесь уже даже искальная порода, вон, прикольно. Другой пластырь. Там две палки есть еще. Ну две порежь, это ползи. Окей. Красота какая. Все, море Лаптевых. Северный Лидовитей, океан рядом. Мы сейчас заправляемся, и все, и погнали. Опять дальше в путь. Так сейчас все равно закачка, да, топливо? А мы только берем, у нас или с насосом проблема, или что, у них у всех качают, у нас не качают ни хрена. Они перекачивают? Все, не. Так сейчас все равно закачивают. Круто. Друзья, видите вот это? Это трещина. Смотрите, как я здесь провалился. Лед разошелся. Моща такая. А это вот наросты. Вот из-за льда высадшие. То есть лед на лед наслоился. У нас какой-то шланг выдавила, солярка пошла. Сейчас перекачиваем топливо, и что-то порвалось. Так, сегодня курганское мясо поедим мясо лося охотничья. Кстати, вот Кука не путешествовал, всегда в основном было говядина и свинина. А вот с помощью курганского мясо охотничья попробовал и лося, и олень. Всевозможные варианты. Даже был олень или лось с черносливом. В общем, у нас беда. У нас лопнул бак, и теперь мы потеряли все топеление. Так, давайте сгущать будем краской. С вами стучать, когда уже все, ты замерз, уже помощь тебе не приедет. Пурга, потому что вертолеты не летают. Вот тогда и будем беда. Маленькая неприятность. Это так, мелочь. Я тут раздетый его ремонтирую. Слушай, ну его расперло, да, так? Ну вот. Неплохо, да? Пошло, плохо. А за чего получилось это, за давление? Ну, блядь, видимо, я открыл хуй не до конца. Проку не до конца. Не, а вообще, за чего создается давление? Сам насос так? Сапун. Сапун перемерз. Палень перемерзает. Вот, по идее, сапун, он должен как бы отрабатывать все эти... Он горячий. Солярка горячая. Солярка горячая. Вот из таких нюансов машина состоит. То есть, вот эти все нюансы надо понимать. Пока вот не поедешь, ты не поймешь его. То же сапун нужно немножко больше диаметром делать и все. И справилась ясно. Ну, это дело наживное. А как устранять теперь будем? Сейчас, что сейчас изолируем? А, ну хорошо, что, кстати, сверху, что он лопнул. То есть, изолируем? Сейчас слепим. Нет, ничего не делаешь. Как вкуснятие? Признул бы? Ха-ха-ха. Я застык не надо. Я еще жить хочу. Вот, производим ремонт бака. После замерзшего сапуна его раздуло, и он лопнул шок. Сейчас, так все полом заклеим. Попробуем, по крайней мере, их заклеить. У нас вариантов-то немного, на самом деле. Все, отходи. Все, по красоте. Опять все готово. Починили. Профессиональными специалистами. Наверное. Смотрите, какой красивый цвет. Шикарно. Просто еще такая луна. Офигенно. Смотрите, сколько поколений эта стена видела. Столько дерева всякого. Стой, 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 стой. Не понятно, проехать. А, ну, еще два. Стой, давай. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Вот он, Леговитый океан. Море лапкает. Наконец-то. Ю-ху! Первый, самый интересный, это Российский. Представляете, по соленой воде фигачим, по океану. Я то раньше думал, что он никогда не замерзает. И здесь есть судоходный ход. А оказывается, крентом до Северного полюса вот так может добраться. Правда, не так легко, как сейчас. Ну, вот здесь уже серьезно. Это уже старый лед, да? Да, нет. Вроде пока справляется. Что, прямо сам, сам ехал? Ну, не без этого, да? Под чутким руководством. Да, лещ живой до сих пор, конечно, нормально. Леща не получил. Вы поняли, как здесь трещина? Ни черта себе я ушел по колено. Где следы, Серега? Где следы медведя? Вон, кстати, вон там трещина такая провалился только что. Ни хрена себе. Вот это раз, да, потом. Мишка. И тут вот чуть-чуть видно, да. Прикольно. Так что надо поаккуратней. Вот это лап еще у него. Ну, все же. Раз, два, три, четыре. Охренеть. Да. Что, запасали уже сами сейчас? Нет. Какой у нас градус? А мы за. За 73. Блин, я не был так далеко. Это самая северная точка. Нашего пути. Да, но вон северное сияние. Скорее всего, опять же, не видите, эта камера не придает. Сейчас стемнеет. С 9 до 12 по местному времени, а сейчас уже половина. Чего? Десят. А так ты уже по какому смотришь? По якутянскому. Уже по... Абудаде. Абудаде. Гринвичу плюс шесть. Ясно. Ни хрена себе, да? Красотень какая большая. А сейчас через пару минут сильнее будет. Ну, волна такая прямо чувствовалась, видно было. О, смотри, как присоединяется. Светлеет. Не, у меня телефон взял, сфотографировал. Корюшка. Ты свежую берешь, она огурцами попала. Такой для Серёзы. Вкусняшка. Корюшка жареньая. Свежая. И салатик. И салатик. И пивко. И пивко холодненькое. А вот сверху ещё и виски. Самые обычные будни мелькопешественники. И стоим мы на льду мы. На льду. А не на льду. А вокруг вот такие вот, знаете, следы медведей. И трещина. И трещина. Между нашими машинами. Ну, зато мы плаваем. Да. Как сказал начальник, а нам не страшно. Надеюсь, ночь у нас не повезет. Свокой-то медведь. 73-я паре. Вы представляете? Всё, мы спать. Так что, спокойной ночи, друзья. Завтра продолжение нашего ледового побоища будет проходить уже завтра будет это ледовое побоище, продолжится. Продолжим дальше путь наш по северному ледовому океану. А сейчас отбой.